Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, и сегодня мы будем лепить клоуна Пеннивайза из второй части фильма Оно. Клоуна из первой части я уже лепил, если вы не смотрели, то ссылочку я оставлю в описании. Клоуна Пеннивайза я буду лепить в форме паука. Для каркаса фигурки, как обычно, буду использовать алюминиевую проволоку. Отрезаю шесть одинаковых частей и затем соединяю их вместе. Получился вот такой каркас для фигурки. Теперь можно начать лепку. А пока я буду лепить, расскажу вам немного о фильме Оно 2 и о клоуне Пеннивайзе. Как вы знаете, недавно прошла премьера фильма ужасов Оно 2. Вторая часть перезапуска одноименного фильма 1990 года по роману Стивена Кинга получила самые разные отзывы и реакции поклонников. За первые выходные показа Оно 2 стал лидером мирового кинопроката, заработав 185 миллионов долларов. Долгожданное продолжение истории рассказывает о возвращении Пеннивайза спустя 27 лет. Бывшие друзья, оставив свои самостоятельные и относительно спокойные жизни, возвращаются в город детства. Им снова придется противостоять злу. Клоун Пеннивайз – одна из личин, любимая оболочка некой злой сущности, очень могучей и древней, которая прилетела к нам из космоса, зародившись в пустоте макровселенной. Настоящий облик существа находится за гранью нашей вселенной, а его вид называется «Смертельные огни». Город Дерри возникает как раз там, куда когда-то упало с неба Оно. Впервые Оно пробудилось в 1715 году. Это существо выбрало облик клоуна, потому что Оно охотится в основном на детей, а лучший способ привлечь внимание ребенка – стать клоуном. По крайней мере, в этом уверен Стивен Кинг. Оно обитает под землей в сточном коллекторе и канализации, и одновременно в своем недоступном для людей мире. На земле Оно пробуждается каждые 27 лет. Оно кормится страхом и страданиями своих жертв. В основном Оно выбирает детей, так как их легче всего напугать. Основная способность Оно – трансформировать свой облик, принимая образ того, чего боится его жертва. Эта сущность намеренно принимает форму того чудовища, которого люди больше всего боятся в определенный момент времени. Среди других его способностей – быстрая регенерация, бессмертие, создание физических иллюзий, чтение мыслей, телекинез и контроль над разумом. Пеннивайз может влиять на память и манипулировать телом. Клоун стирает память о прошлых событиях, чтобы его не могли обнаружить взрослые. Поэтому злодеяния Оно остаются незамеченными. Хотя Оно кажется вездесущим и всемогущим существом, в романе Стивена Кинга утверждается, что монстр должен подчиняться физическим законам реального мира для той формы, которую он принимает. Это означает, что как клоун Пеннивайз не настолько силен, как кажется на первый взгляд. Именно этот факт объясняет, почему клоун Пеннивайз и его другие ипостаси способны получать травмы и гореть. Автор оригинальной истории Стивен Кинг также подтверждает, что у монстра есть свои слабости. Чувство дружбы и мужества помогут победить даже самую могущественную форму. Когда герои добираются до логова Пеннивайза в канализации, их встречает чудовищный паук. Это самый близкий образ к истинной форме Оно, который он может принимать в человеческом мире. Паук Оно выглядит как большая версия Пеннивайза, но вместо обычных рук и ног – ноги паука-краба. Для лепки ног я использовал скульптурный пластилин серого цвета. А для лепки туловища и одежды Пеннивайза я добавил в этот серый пластилин еще белого. Ноги и туловище нашей фигурки готовы, теперь я буду лепить руки. Для крепления рук также буду использовать алюминиевую проволоку. Из скульптурного серого пластилина скатываю тонкую длинную колбаску и помещаю внутрь нее проволоку. Затем раскатываю эту колбаску опять, чтобы ее выровнять. Затем прикладываю будущие руки к туловищу и отмечаю место, которое нужно будет вырезать. Делаю углубление на туловище Пеннивайза для проволоки и устанавливаю руки. Концы рук, так же как и ноги Пеннивайза, имеют заостренную форму, как у краба. Далее из светло-серого пластилина слеплю рукава. Субтитры подогнал «Симон»! Далее изогну руки в нужное положение. Теперь можно доделать оставшиеся складки на рукавах. Слепим клоуну вверх. воротник. Доделываем последние элементы костюма и будем лепить голову. Для лепки головы я использую скульптурный пластилин белого цвета. Он достаточно твердый и из него удобно делать мелкие детали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пеневайза я решил слепить с высунутым языком. По моему так будет прикольнее... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее сделаем шею и соединим голову с туловищем. Для лепки волос смешаю оранжевый пластилин с коричневым. Продолжение следует... Продолжение следует... Еще раз хочу напомнить для тех, кто не знает, что недавно наш канал открылся на Яндекс.Эфир, если вы еще не подписаны на него, то можете подписаться, ссылочка есть в описании. Также хочу пригласить вас вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на Инстаграм. Привет от меня сегодня получают Глеб Стасенко, Денис Доценко и Саша. Ребята, передаю вам огромный привет. Субтитры сделал DimaTorzok